Здравствуйте, Дмитрий. У вас большой опыт. Поделитесь своим мнением о том, как пройдет этот год в проекте. Что с экспертизой строительного проекта? Как будет осуществляться строительство объекта? Как пройдет год, я думаю, что потрясения, которые сейчас начались, они так просто не пройдут даром. И так быстро не закончатся. Это только начало. Идет слом общественно-экономических формаций. Колоссальнейший. Потому что тот период постиндустриальный, который сейчас настиг нас, коронавирус, не коронавирус. Но многие сами наблюдали, что все предприятия постсоветские, они дамортизируются. Замены технологий не происходят. НДС давил, додавливал эти предприятия, обновления не происходило. И сейчас, в результате карантина, все остальное, эти предприятия, я думаю, прекратят свое существование. Но кризис закончится на смену этим предприятиям. Что придет? Новые отношения надо строить. Это как послевоенная разруха. Она одни виды технологий промышленных производств подняла. Военные и так далее. Сейчас вот этот вызов, который бросил инфекции, эта пандемия, она определенные виды экономических отношений так рванула вверх, да? Да. А какие-то удавила. Поэтому будут новые отношения. И если будут восстанавливаться какие-то отрасли, они не будут восстанавливаться с использованием старых технологий, а будут новые. А наш проект и предлагает новые технологии. И он к этому готов. И как бы то ни было, мы вот к этой ситуации подошли в проекте хорошо подготовленными. И даже если будут задержки со строительством какие-то связанные, то мы здесь готовим площадь. И мне когда задавали вопрос, Дмитрий Александрович, а зачем вы готовите, когда вы там построите, ну сразу там бы начали развивать. Я говорю, понимаете, в любой момент может произойти все, что угодно. Поэтому мы должны, вот сделали часть, и тут же эта часть должна включаться в работу. Сделали часть, тут же включаться в работу. Мы должны поэтапно, невозможно сразу прийти и вот съесть слона. Его надо есть по части. Конечно. И поэтому такой подход, он оказался оправданным. По завершению карантина мы готовы дальше не только с документами работать, но уже материализовывать конкретный объект и конкретный продолжитель. Продолжение следует...